Минута молчания, залпы орудий. Торжественные строго читает диктор факты, известные каждому в стране. Самая кровопролитная в истории человечества блокада, длившаяся 872 дня, за которые погибло 630 тысяч человек, это блокада Ленинграда. Тех, кто прошел ад и помнит, как все было, сегодня осталось совсем немного. В 2004 году мы создали организацию свою. Было 780 человек. Из них 480 было участие к обороне Ленинграда, награжденных медалей за оборону Ленинграда. Сейчас из 480 осталось двое, а всего у нас осталось 93 человека. Геннадию Соколову было пять с небольшим, когда его вместе с матерью и бабушкой вывезли из Ленинграда. Это было в 1942-м. Но яркие воспоминания до сих пор живы. Помню, как через труп перешагивал, у меня с подъезда лежал труп. Дом разбомбили, соседний, помню, все срезано сверху донизу. Кровати висят, одеяло там и ямы громадные. Ну, такие кусочки, конечно, эпизоды. Остальные только по рассказам матери. В родной город Геннадий Николаевич старается возвращаться каждый год. Несколько лет назад отправился вместе с правнуками, нашел дом, в котором родился, на Васильевском острове. Первый раз поехал, когда я знал только фамилию, знал улицу и дом не знал. И имя, отчество соседки знал, Вера Францевна. Поднялся, посмотрел квартиру, зашел, говорю, здесь что у вас в комнате. Рассказал, что вот здесь у деда верстак стоял. Вот здесь у нас черный ход был. Здесь захожу в комнату, а здесь у нас здесь кладовка. Вот из кладовки выхожу, я говорю, в этой комнате я спал. Вот здесь был камин, там замурован. Здесь картина висела. Когда получилось так, что я момент запомнил, когда дом разбомбил соседский, открылась дверца камина, а я в кроватке был. С каждым годом свидетелей тех событий все меньше, но символом блокады навеки останется кусок хлеба. 125 граммов – дневная норма, спасавшая жизни в нечеловеческих условиях. Рецепт блокадного хлеба состоит из солода, ржаной муки, далее идет у нас подсолнечная труха, и не добавляются сейчас выбайки из мешка, а также еще добавляется соль. Но раньше старый состав блокадного хлеба включал в себя еще и не пищевые отходы, которые применяли, допустим, вместо муки ржаной добавляли обойную пыль. Рецепт современного хлеба отличается от того легендарного блокадного. Тем не менее, акция направлена на тех, кто хочет почувствовать себя сопричастным к роковым событиям тех лет. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».